Переведено и озвучено специально для свободного рынка миниатюр. Ссылка в описании. Всем привет! В этом видео будет показано, как красить космодесантника Аутрайдера, крыла Ворона, Ордена Тёмных Ангелов из вселенной Вархаммер 40000. У Тёмных Ангелов три основных схемы. Тёмно-зелёная для обычных воинов, цвет слоновой кости у крыла смерти и чёрная, как смоль броня, крыла Ворона. Следует заметить, что способ покрасы, использованный в данном видео, может быть адаптирован для многих орденов космодесанта, которые носят чёрную броню. Также туториал хорош ещё и тем, что мы покажем, как покрасить не только всадника, но и его мотоцикл. Надеюсь, вам понравится и увидимся за столом. Академия покраса Дункана Роудса Как покрасить Аутрайдера, крыла Ворона Тёмных Ангелов Чтобы приступить к покрасу, первое, что нужно сделать, это загрунтовать миниатюру. В данном случае я использовал Mechanicus Standard Grey. На первый взгляд, такой выбор может показаться странным, но иногда это позволяет сократить расход используемого грунта при покрасе всей армии. Серый подойдёт и для нашего Аутрайдера, и для обычных воинов Тёмных Ангелов, поэтому останется раздобыть только светлый грунт для крыла смерти, если вы красите армию целиком. Конечно, можно загрунтовать её чёрным, выбор только за вами. Также обратите внимание, что на этой миниатюре есть простенькая конверсия. Это сделано при помощи деталей из Ravenwing Upgrade Sprue, которую продаёт Games Workshop. Если быть точнее, я использовал альтернативную голову Тёмных Ангелов, шлем, который немного напоминает рыцарский. Также сбоку добавлена Геральдика, крыла Ворона и печать чистоты вот здесь. К тому же у нас появилась вот такая деталь сзади, которая является отличительным признаком крыла Ворона. Поэтому я продемонстрирую, как покрасить все эти элементы, но, конечно же, они не обязательны. Вы можете использовать модель такой, какая она продаётся изначально. Первое, что нужно сделать, это обратить внимание на все труднодоступные участки, поскольку все подобные модели, идущие в новых стартерных наборах Warhammer 40 000, продаются цельнолитыми, и нет возможности отделить космодесантника от мотоцикла. Поэтому на мотоциклах полно местечек, куда трудно добраться кистью. Лучше заняться ими в первую очередь, а после перейти к покрасу доспехов. Для покраса механических деталей понадобится Lead Belcher. В данный момент можно не беспокоиться об аккуратности при нанесении. Возьмём жёсткую кисть, которая хорошо подходит для быстрого нанесения базового цвета. У меня малая кисть для Dry Brush от Army Painter. И, как всегда, переносим каплю Lead Belcher на палитру и разводим её водой, чтобы она не была слишком густой. Когда краска подготовлена, находим детали на миниатюре, которым нужно передать серебряный металлический цвет. В первую очередь, это части двигателя. Видите, как неудобно оказалось подбираться к этим участкам? Их невозможно покрасить, не задев чёрную броню. Также такие металлические штуки есть под сидением и там, где выхлопная труба. На передней части мотоцикла добавим металлик вот тут и внутри. Ещё обратите внимание, что на колёсах имеются металлические участки, такие как вот тут. Параллельно можно покрасить подходящие детали болтера. Когда серебристые участки покрыты, переходим к следующему этапу. В нём мы подправим все предыдущие погрешности, поскольку пришло время покрасить чёрную броню. Понадобится насыщенная чёрная краска, и я буду использовать Matte Black от Army Painter, поскольку у него отличная укрывистость. Если вы хотите придерживаться красок Citadel, то подойдёт Abaddon Black. Чем бы вы ни красили, очень важно не пропускать данный этап, поскольку даже при чёрной грунтовке базовый чёрный слой будет отличаться в итоге. Вы сами заметите эту разницу. Эта проблема может быть не очевидна сейчас, но позже, когда вы станете высветлять броню, отсутствие плотной чёрной базы будет бросаться в глаза. Если у вас был чёрный грунт, данный этап не займёт много времени. Если же серый, как у меня, то чуть дольше. Не волнуйтесь об этом, потому что последующие шаги будут быстрее, и мы перейдём к мелким деталям. Как видите, я уже набрал Matte Black на палитру, и для нанесения буду использовать Regiment Brush от Army Painter. Важный момент — поменяйте воду, потому что предыдущая краска металлик всегда оставляет крошечные серебряные частички, которые будут заметно блестеть на чёрном покрытии. Так что замените воду, прежде чем перейти к следующему этапу, если не хотите, чтобы броня сверкала как звёздное небо. Чистой водой разводим наш чёрный, чтобы он стал однородным и податливым. Как видите, сейчас я использую влажную палитру, на ней краски дольше не высыхают. Покрываем полученной краской все те детали, которые должны быть чёрными. Это большая часть поверхности мотоцикла и, конечно же, силовая броня космодесантника. Этой кистью очень удобно контролировать нанесение. Я обхожу те детали, которые должны остаться серебряными, и когда дойдём до более крупных поверхностей, можно взять кисть побольше. Но в любом случае, потратьте время, чтобы хорошо покрыть все эти чёрные детали двумя тонкими слоями краски. Когда чёрный цвет готов, стало видно, что мотоцикл принадлежит крылу ворона, и мы можем переходить к более мелким деталям. В этот раз возьмём уже не чистый чёрный, а оттенок светлее, чтобы остальные тёмные участки отличались насыщенностью от брони. Использование разных тонов поможет разграничить детали. Беру Covas Black и для нанесения оставляю Regiment Brush. Красить будем шины, а также стыки на силовой броне. Начнём с шин. Будьте аккуратны там, где проходят границы чёрных и серебряных деталей. Как видите, разные оттенки помогают подчеркнуть отличия между материалами. Также уделите внимание местам, где соединяется силовая броня у всадника. Их не всегда хорошо заметно. В данном случае видимый участок находится на подколенной впадине. С чёрными деталями разобрались, перейдём к другим цветам миниатюры. Займёмся белыми деталями. Нам нужно обозначить геральдику по бокам мотоцикла, а также покрасить эту крылатую штуку сзади. Понадобится чисто белая краска с хорошей укрывистостью, и Коракс Уайт отлично подойдёт. Но имейте в виду, она печально известна тем, что слишком густая. Тщательно размешайте её. Возможно, даже придётся добавить немного воды прямо в баночку. Итоговая консистенция должна получиться, как у меня. Как видите, она всё ещё густая, но податливая, поэтому подходит для работы. Теперь подготовим её на палитре, разбавив капли воды, и проверяем, как она наносится. Как я уже сказал, эта краска может оказаться слишком густой, и из-за этого ложится комками. Убедитесь, что разбавили её примерно до такого состояния, как у меня. Если вы добавляли символику крыла ворона, то начинайте с неё. У меня такая имеется на одной стороне мотоцикла. Также, если вы использовали эти устрашающие крылья, пройдитесь по их перьям белым цветом, обязательно нанеся краску в два слоя. Теперь, когда с белым закончено, можно переходить к остальным базовым цветам, которые пойдут под чёрную проливку. Для начала вернёмся к серебряному оттенку LED Belcher, и после добавим немного красного. Corn Red будет отличным выбором. Далее используем Rinex Hide для кожаных деталей. Возможно, вы удивитесь, узнав, куда мы будем его наносить. Сейчас мы покрасим им некоторые мелкие детали на всаднике. На нём очень много чёрного, и если вы попытаетесь сначала покрыть эту мелочь серебряным, а после нанести чёрный базовый цвет, то будет очень сложно обойти мелкие детали аккуратно. Поэтому лучше покрасить их поверх уже готового базового цвета перед проливкой, так гораздо быстрее. В этот раз нам понадобится более тонкая кисть. Я вернусь к моей Regiment Brush. Обозначаем ей все мелкие детали на всаднике, например, вот этот маленький разъём на ноге и вентиляционные отверстия на ранце. Не забудьте серебряные детали на оружии. В данном случае у нас цепной меч, и нужно покрыть его зубья, а также маленький двигатель, располагающийся вот тут. Переходим к Corn Red. Его используем на поверхности меча до рукоятки, а также на корпусе болтера и мотоцикла вот тут. И, наконец, Rhinox Hide для всех кожаных деталей. Это будут ремни, кобура, подсумок и другие подобные штуки, а также седло. Используйте для этого самую маленькую кисть. Убедитесь, что покрасили все подходящие участки. Теперь всё готово для первой проливки. Для данной миниатюры мы будем использовать чёрную Nuln Oil. Нанесение нужно хорошо контролировать, поэтому не берите слишком большую кисть, а я продолжу пользоваться Regiment Brush. Мы прольём все цвета, кроме чёрного и белого. Лучше при этом использовать палитру, она помогает следить за количеством краски на кисти. Покрывать будем все детали, которые закрасили красным, серебряным и Covas Black, а также элементы под кожу. Нам нужно, чтобы краска легла в углубление на этих участках. Когда проливка высохла, детали стали более очерченными. Далее нанесём остальные цвета, которые пойдут под коричневую проливку позднее. Начнём с золотистого Retributor Armor, после уделим внимание печатям чистоты. Для них понадобится Screamer Pink и немного Zendry Dust. Я буду наносить Retributor Armor всё той же Regiment Brush, но вы можете выбрать кисти поменьше, поскольку некоторые детали будут совсем маленькими. Как всегда, рекомендую использовать палитру для контроля над консистенцией краски и присмотримся ко всем мелким украшениям на миниатюре. Тут всё зависит от вас, какие детали вы захотите покрасить. Я же выберу, например, вот этот символ тёмных ангелов, расположенный на лбу. Будьте аккуратны, здесь лучше красить боковой стороной кисти, вот так. А ещё выделю золотистым этот символ на предплечье. Можно закрасить им и ещё какие-то детали на оружии, если хотите. У меня это будет рукоять меча. После золотого цвета переходим к Screamer Pink. Он подойдёт для сургуча на печатях чистоты. Кроме этого, им можно покрыть какие-то детали на оружие или мотоцикле. У меня это будет оплётка рукояти и руля. Краску Zenjoy Dust используем на пергаменте печати чистоты. А ещё её можно нанести как базу под последующие белые детали, например, символику на груди. Теперь, когда добавлены новые цвета, всё готово к следующей проливке. В этот раз она будет коричневой. Я выбрал Agrax Earthshade. На данном этапе подойдёт кисть среднего размера. Я использую всё ту же Regiment Brush. Она подойдёт для покрытия тех мелких деталей. Используйте палитру, чтобы убедиться, что кисть не перегружена краской. Проливать будем тот розовый сургуч, не затрагивая деталей, покрашенных Zenjoy Dust. А также эмблему на груди и золотистые элементы. Всё высохло, проливка готова, но остались ещё участки, требующие затемнения. Например, это подобие крыла сзади. Если мы решили сделать их белыми, то для этого подойдёт проливка Apothecary White. Она имеет подходящий сероватый оттенок и не даёт грязи. Кисть подойдёт средняя, я оставлю ту же, что и ранее. Проверяем на палитре, нет ли переизбытка краски и покрываем эти белые детали. Не волнуйтесь о мелочи вроде эмблемы Ордена. Сфокусируйтесь пока только на этом участке. В идеале нам нужно затемнение в углублениях, где пересекаются участки вроде этих. Как только Apothecary White полностью высохнет, переходим к следующему шагу, который заключается в том, чтобы восстановить цвета на пролитых участках и сделать их чуть ярче. Первым будет Corn Red, а после Corn Red. Прежде всего нанесём Corn Red на участки, которые ранее были красными, чтобы вернуть им яркость и придать объём. Разбавляем краску на палитре, как всегда, тут понадобится кисть, которая хорошо держит кончик. У меня это снова Regiment Brush, а вы можете выбрать что-то потоньше. Когда краска подготовлена, наносим её на плоские поверхности, такие как цепной меч. Покрываем, не доходя до углублений, поэтому когда дойдём до этого уголка, оставим его затемнённым. Таким образом получается, что центр становится ярче и аккуратнее, а по краям остаются очерченные углубления. То же самое повторяем на этом крыле при помощи Corex White. Выделяем основную поверхность, не трогая углублений. Когда используете технику лейеринг, проделывайте это именно таким образом, не затрагивая уголки и оставляя их тёмными. Просто аккуратно распределяем краску по остальной поверхности. Можно остановиться на этом. Добавить цвета на глазные линзы, наклеить декали, подходящие в вашей миниатюре и она готова к сражению. Но если вам хочется сделать её контрастной и объёмной, придётся сделать высветление. Первое, что мы высветлим в данном случае, это шина мотоцикла. Для этого отлично подходит техника Dry Brush. Изо всех этих деталей вокруг дрейбрашить будет сложновато, поэтому лучше сделать это в первую очередь, а после аккуратно подправить все погрешности и перейти к детальным высветлениям. Цвет, который я выбрал, это Storm Worming Fur. Он поможет придать шинам натуралистичный вид. Наносить его будем маленькой кистью для драйбраша. У меня это Hobby Dry Brush от Army Painter. Набираем небольшое количество краски на кисть и хорошо вытираем о салфетку, чтобы на кисть осталось совсем чуть-чуть. И как только на салфетке будет получаться вот такой текстурный эффект, краска готова к нанесению. Драйбрашить будем по всей поверхности шин отрывистыми движениями, чтобы краска оставалась только на выступающих участках. Важно постараться не задевать окружающие участки, например, металл вот тут или край этой детали. Не беспокойтесь, если всё же немного промахнётесь, поскольку, как я сказал, мы всё аккуратно подправим перед остальными высветлениями. Итак, я закончил с драйбрашем, и у шин появилась текстура, напоминающая настоящую резину. Теперь можно переходить к следующему этапу, который будет самым долгим для данной миниатюры. Пришло время высветлить чёрную броню. Для высветлений по краям потребуется два цвета. Один из них является обязательным — это Mechanica Standard Grey, а второй — Administratum Grey — используйте по желанию. Используем Mechanica Standard Grey на всех выступающих краях, которые есть на миниатюре. Для этого подойдёт маленькая кисть с точным кончиком. У меня вот такая от Citadel. Разбавляем краску на палитре. Высветлять края — техника непростая, и одним из главных нюансов является аккуратное нанесение. Поэтому убедитесь, что краска правильно подготовлена. Она должна быть хорошо разбавлена и легко стекать с кисти, но не настолько, чтобы линия выходила из-под контроля. Поэтому капаем немного воды рядом и постепенно вмешиваем её в краску. При таком способе легко проследить получаемую консистенцию. Для проверки пробуем провести несколько линий на палитре. Краска должна ложиться вот так, и здесь важно, чтобы она растягивалась на множество штрихов. Если вы правильно её разбавили, хватать будет надолго, примерно как у меня. Я думаю, у меня получилась идеальная консистенция. Набираем полученную смесь на кисть, но не слишком много, чтобы она не растекалась. Когда у вас получится что-то вроде этого, то можно приступать к нанесению. Для подчёркивания краёв лучше использовать боковую часть кисти, потому что эти области очень тонкие, и так будет легче подобраться. Например, вот тут. Подводим кисть примерно под углом 45 градусов и аккуратно скользим боковой стороной, стараясь касаться лишь выступающего края. При таком способе высветления получаются легко и быстро. В процессе поворачивайте модель так, как вам нужно, чтобы руке с кистью было удобно. Можно даже держать вверх ногами, так легче делать аккуратные блики вот тут, например. Но иногда боковую часть кисти использовать нереально, например, на более плоских или сложных деталях. В этом случае придётся использовать кончик кисти и поворачивать модель так, чтобы нужный участок был прямо перед глазами, а движения должны быть вот такими нисходящими. Такие края красить удобнее подобным образом. Чёрная броня не прощает ошибок, когда речь идёт о высветлениях, и, к сожалению, они случаются. Но без паники. Допустим, у нас случилась ошибка вот тут. Высветляя по краю, я оставлю небольшую кляксу. В таких случаях лучше не беспокоиться, лучше продолжать и закончить всю миниатюру. А после вернёмся, и я покажу, как всё исправить. Эти высветления готовы, можно вернуться и исправить погрешности. Хорошо, что у нас был нанесён базовый чёрный слой, поэтому мы сейчас просто восстановим его. В моём случае это Matt Black, и я просто закрашу им свою ошибку. Аккуратно наносим, и всё исправлено. Осмотрю всю миниатюру, поищу другие погрешности. Вот тут у меня небольшое пятно и парочка на наплечниках, а также на лицевой части шлема. Подправим всё это и перейдём к Administratum Grey. Дальнейшие высветления не обязательно, можно использовать их на своё усмотрение, в случае, если хочется сделать миниатюру ещё контрастнее. При помощи Administratum Grey акцентируем уголки и самые выступающие поверхности. Например, вот тут, на мотоцикле и вот тут. Видите, какими яркими сразу стали края? Будьте осторожными, не переборщите и не используйте его по всей поверхности граней. Например, пропустите вот этот участок и высветлите только по краям. Если переусердствуете, модель станет выглядеть олиповато. Такие вещи должны быть деликатными. Ну вот, теперь у нас готовы высветления на чёрном. Края теперь заметно выделяются, и миниатюра хорошо смотрится даже издалека. На чёрной броне это особенно важно, поскольку на ней детали могут теряться на общем фоне. Теперь высветлим все остальные детали и начнём с Evil Sun Scarlet для красных деталей. Продолжим, используя Stormos Silver для всех серебряных участков. После этого нужно будет подчеркнуть кожаные участки при помощи Scrag Brown. И, наконец, потребуется Liberator Gold для всех золотых элементов. Evil Sun Scarlet я буду наносить при помощи всё той же маленькой кисти, поскольку нанесение не отличается от того, что было на чёрной броне. Та же самая техника высветления краёв, для которой очень важно правильно развести краску и проверить на палитре, как она ложится. И проследите, чтобы кисть была не перегружена. Как только всё будет готово, можно наносить высветление на подходящие участки на оружии. Наклоняем кисть и аккуратно подчёркиваем их. После этого переходим к высветлениям серебра при помощи Stormos Silver. Техника здесь абсолютно та же самая. На мотоцикле серебра достаточно много, поэтому не торопитесь, чем аккуратнее вы сделаете сейчас, тем лучше будет смотреться модель в итоге. Серебром закончили, и теперь завершим покрас кожаных деталей краской с Крэг Браун. Снова ищем края и выделяем их, например, вот тут, на кубуре. И, наконец, высветляем все золотые детали. Для этого возьмём Liberator Gold. Аккуратно подчёркиваем все выступающие грани. С этими высветлениями миниатюра выглядит практически законченной, осталось подчеркнуть ещё несколько крошечных деталей. На этом этапе будем использовать сначала Ушепти Боун для пергамента и символа на груди, и продолжим со Screaming Skull. По желанию можно использовать немного Райнакс Хайт, чтобы изобразить текст на пергаменте. И завершим высветление при помощи Pink Horror, который подходит для розовых деталей, таких как оплётку рукояти и печати чистоты. Первый будет Ушепти Боун, и кисть лучше взять поменьше. Как всегда, проверяем на палитре, чтобы краска была хорошо разведена, и наносим её на пергамент. Распределяем её на плоских участках, таких как тут, не доходя до углубления возле печати, чтобы там осталось затемнение. Что же касается второго пергамента, оставьте его более тёмным, просто подчеркните его кромку. Теперь перейдём к символике на груди. Подчёркиваем только выступающие участки, поскольку тут очень много мелких деталей. На черепе высветляем большую его часть, обходя провалы глаз и носа, вот так. Что же касается крыльев, подчёркиваем, начиная с верхней части, используем для этого боковую часть кисти. Проделывать это нужно очень осторожно, не торопясь, стараясь держать руку максимально твёрдо. Переходя к перьям, лучше повернуть модель вот так, чтобы было удобнее подобраться к выступающей рельефной части. Проводим боковой частью кисти, и получается вот такой приятный блик. Когда сушепти-боун закончено, переходим к скриминг-скал и снова красим пергамент. Опять выделяем края, легонько подчёркивая углы, вот так, по самой кромке. И ещё вот здесь, на изломе, где пергамент огибает контуры кобуры. Также окончательно выделяем элементы на груди. По центру черепа, вот тут, а также выступающие части, вроде бровей и носа. А на перьях не нужно выделять всё, подчёркиваем светлым цветом только по самым краям. Далее можно добавить текст на пергамент краской Rhinox Hide. Нарисуем несколько закорючек, имитирующих надписи. Держим руку прямо и аккуратно проводим линии кистью, едва касаясь поверхности, чтобы создавалось впечатление текста. Теперь возьмём Pink Horror, он подойдёт для всех деталей, которые мы ранее покрывали краской скрима Pink. Можно даже добавить немного капелек, чтобы это выглядело как текстура сургуча. Также не забудьте оплётку рукояти, если вы их красили в розовый. Поворачивайте модель так, как вам удобно, чтобы подобраться ко всем нужным деталям. Теперь, когда высветления окончательно доделаны, можно вернуться к оставшимся мелочам. Нанесём немного белого цвета на глазные линзы и другие подобные детали. Для этого подойдёт Matte White, чистый белый оттенок. Далее придадим глазным линзам эффект свечения при помощи краски контраста Blood Angels Red. Для нанесения Matte White я буду использовать самую маленькую кисть. Как видите, краску уже на палитре. Наносить белый будем прямо посередине глазных линз, и тут очень важна консистенция. Могут потребоваться дополнительные слои, поэтому краска должна быть хорошо разбавлена, чтобы не пачкать места вокруг нанесения. Когда краска разведена, проверьте её на палитре. Мне кажется, что вот так будет идеально. Приставляем руку вот так и проводим лёгкую линию вдоль глаза. В итоге должно получиться примерно вот так, и если нужно, добавьте ещё один слой. А ещё у нас есть другие белые детали, например, вот эта символика крыла ворона и перья на крыле на задней части мотоцикла. Высветлим всё это по краям. Как и раньше, используем боковую часть кисти вот так. Теперь переходим к Blood Angels Red. Набираем немного на кисть и проходимся по глазным впадинам на шлеме таким образом, чтобы проглядывал белый цвет и получился эффект свечения. Вот что у нас получилось в итоге. Дальше можно акцентировать ещё несколько деталей, которые не особо важны, и их можно пропустить. Но для полноты картины я покрашу их тоже. Речь об экране на рулевой части и фарах. Для них потребуется намешать тёмно-красный оттенок, я буду использовать Matte Black и Corn Red. Для высветлений на экране подойдёт Evil Sun Skullet, и ещё понадобится капля Arial Yellow для фар. Сначала приготовлю микс из красного и чёрного. У меня на палитре уже есть Matte Black, и к нему нужно добавить Corn Red в таком же количестве. Смешиваем их вместе вот так, чтобы получился тёмно-красный. У вас должен получиться примерно вот такой оттенок. Этот микс очень легко использовать. Я нанесу его базовым слоем на экран. Как всегда, разводим его водой до нужной консистенции и красим эту штуку внутри вот так. Когда база высохнет, подготавливаем Evil Sun Skullet и проводим линию вдоль экрана по левой стороне и под ним. И напоследок небольшое количество Arial Yellow добавим на угол экрана. Теперь к фарам. Сейчас их почти не видно, потому что они запрятаны в глубине, поэтому выделяем их цветом с одной и с другой стороны. Ну вот, с покрасом на этом всё, можно добавить подходящие декали, если захотите. Далее я покажу вам, как сделать простой везеринг на мотоцикле. Если вы не хотите использовать эту технику, переходите сразу к оформлению базы. Но если вы хотите нанести следы эксплуатации на мотоцикл, убедитесь, что все нужные декали наклеены. Ну вот, я добавил нашему аутрайдеру символику крыла ворона на наплечник и с другой стороны номер отряда. Можно его оставить таким и оформить базу. А я применю здесь технику везеринг, это придаст миниатюре натуралистичности. Это будут небольшие сколы и царапины, для которых понадобится краска LED Belcher. Также добавим немного пыли при помощи Steel Legion Drap и чуточку следов Гарри краской Mad Black. Для первого эффекта нам понадобится губка, но использовать её нужно крайне осторожно, поэтому я не стану использовать её прямо куском, а воспользуюсь пинцетом. Отрываем небольшой кусочек, сворачиваем и зажимаем в пинцете вот таким образом. Так будет удобнее контролировать, куда вы наносите краску. А теперь макаем эту штуку в LED Belcher и вот так выжимаем о палитру, в моём случае плитку. Промакивайте до тех пор, пока не уберёте большую часть краски. Имейте в виду, что эффект на миниатюре получится примерно таким же, как и на палитре. При такой технике краску лучше наносить тончайшим слоем. Поэтому продолжаем до тех пор, пока эффект на палитре нас не устроит, а далее наносим на те участки миниатюры, которые могли бы быть повреждены при поездках. Например, вот эта область находится близко к земле, поэтому начнём с неё. Выглядит как будто небольшие серебристые царапины по краям металла. Легонько проходимся по краям. Далее пройдёмся по частям колеса, а также вот тут. В общем, наносить можно в любых местах, которые покажутся вам подходящими, чтобы сымитировать повреждения от летящих камней и прочего. Я же сосредоточусь на нижней части миниатюры. Как только эффект сколов вас устроит, переходим к нанесению пыли. Для этого нужна окраска Steel Legion Drop и маленькая кисть для Dry Brush, у меня от Citadel. Ею аккуратно пройдёмся по нижней части мотоцикла. Как видите, сразу появляется приятный эффект пыли. Пройдусь по всему низу и даже под выхлопной трубой, и шином тоже добавлю цвета. Имейте в виду, что цвет этой пыли будет зависеть от того, какой вы планируете базу. Если ваш вариант радикально отличается, например, какой-то марсианский ландшафт, то лучше использовать какой-то красно-коричневый оттенок. А Steel Legion Drop хорошо подходит для оформления базы а-ля пустыня, поля, даже городской ландшафт. Как вы видите, он действительно очень походит на обычную пыль. Итак, с этим эффектом закончили, и на фоне чёрной брони пыль придаёт приятный акцент. А теперь добавим эффект гарри на выхлопных трубах. Для этого понадобится оттенок Matte Black, и для нанесения используем технику Dry Brush маленькой кистью. Постепенно наслаиваем краску, и получается имитация нагара на трубах. Теперь наша миниатюра готова к размещению на базе, и какой она будет, зависит только от вашего вкуса. Теперь наш аутрайдер Крыла Ворона готов к охоте на падших. Итак, самое главное при покрасе чёрной брони — это на первом этапе нанести базовый чёрный слой, вне зависимости от того, какого цвета грунт вы использовали. Чёрную броню сложно высветлять, и любые ошибки будут заметны. Лучше быть максимально аккуратным в процессе. Если у вас нет базового слоя, вы не сможете незаметно закрасить погрешности на чёрном цвете, будет сложно подобрать оттенок, чтобы исправления были незаметны. Кроме того, будьте предельно внимательны, нанося высветление, чтобы итог выглядел опрятно. Главный нюанс тут в том, чтобы краска была правильно подготовлена и проверена на палитре, прежде чем вы приступите непосредственно к миниатюре. Если туториал оказался вам полезен, и вы хотите узнать больше о покрасе тёмных ангелов, напоминаю, что в нашей Академии есть уроки и по обычным воинам, и по крылу смерти. Надеюсь, видео вам понравилось, и до скорых встреч. Скрипт Алексей Преподобный Нестеров. Перевод Ксения Гордеева. Озвучание Антон Кондаков. Превью Антон Богачёв. Переведено и озвучено специально для свободного рынка миниатюр. Ссылка в описании под видео.